Всем доброго времени, с вами Марета, и сейчас мы сделаем расклад, который пришёл мне в потоке, а значит он должен быть. Послание о дьяволе, срочное послание о дьяволе, что он хочет вам сказать, но немножечко внимания. Мужчины, которые писали мне, что сделайте расклад про женщин, там туда-сюда, вы знаете, я пока не хочу делать. И то, что вы мне тут пишете, мы тоже вас смотрим и любим, я не нуждаюсь ни в чьей любви. Я абсолютно не как другие тарологи, которые будут перед вами унижаться или ещё что-то, я буду делать то, что здесь хочу делать я. Вы уже, наверное, заметили мой боевой характер, и сейчас я буду делать послание дьявола. Сейчас я пересчитаю картку, он что-то хочет вам сказать и что-то хочет сказать за вашу семью. Сейчас я пересчитаю картку, он что-то хочет вам сказать. Я получаю картку, он что-то fuck, он что-то хочет вам сказать. Это что-то хочется. Это что-то ценное, что это не леча. Что-то лучше людей. Конечно, это мне очень не очень и по вкусукуснулera, но скобы жел 문제가 есть и так. понятно и поэтому как бы я сама решаю что делать мне здесь на моем канале и сейчас будет послание дьявола хочет с нами поговорить с вами тоже окей да хорошо посланием о дьявола послание от дьявола и те женщины которые говорят что мы бы хотели видеть цветочки и лотосы как у другие хотите цветочки пойдите сходите в парк посмотрите цветочки там растут здесь мы будем смотреть на мои черепа кого это не устраивает ну пойдите посмотрите цветочки если я захочу я поставлю цветочки если я захочу я поставлю хоть сюда я не знаю не цветок а ламборджини вот сюда себе в эфир поставлю это мой эфир давайте немножко будем уважительнее друг другу и так послание дьявола ну тебе тебе желают смерти буду разговаривать его словами с вами на ты да ну не обижайтесь это будут его слова вам на ты тебя хотят предать земле на тебя ведутся кладбищенские работы почему ты не чистишься тебя хотят предать земле тебя хотят предать могиле уже давно выбрали твою могилу уже давно выбрали то что ты там лежишь уже представляют что ты там лежишь уже представляют что ты там находишься ты сидишь и молчишь и зная это ничего не делаешь твоей смерти уже давно хотят и готовится к ней а ты сидишь и молчишь зная о том что тебе уже хотят показать во снах показывали что ты умираешь тебе уже во снах показывали что ты умираешь во снах и заказываю тебе на смерть и делаю тебе на смерть у тебя ниточка жизни рвется у тебя проблемы это уже в реанимации была ты уже в общем наркозе была ну как тебе еще показать что готовят твою смерть что хотят чтобы ты умерла ниточку жизни твоей хотят оборвать ниточку твоей жизни хотят оборвать он говорит вам что хотят оборвать ваша могила уже готова кто-то хочет вашей смерти очень сильно этого хочет кому-то вы мешаете очень сильно мешаете смотрите здесь может быть не физическая смерть которую вам хотят нанести да сейчас все подумают физически какой-то урон не обязательно кстати вот этот вот расклад могут смотреть и мужчины тоже да вот здесь кто-то хочет смерти дьявол говорит о том что кто-то говорит о вашей смерти кому-то вы мешаете вы вы ощущаете нападки энергетические нападки вы ощущаете нападки людей которые колдуют на вас кто-то что-то делает через веретено вы пытались что-то там полынью себя чистить он передает что вы пытались очистить себя полынью не стоит этого делать никакая полынь не поможет у вас сильные соперники вам не поможет то что вы делаете на вас делают через кладбище трупы могильные запахи кровь я все это вижу я все ощущаю дьявол передает меня могут смотреть сейчас верующие люди у которых очень много икон дома старинных икон старинные иконы на кого-то на чьих-то детей напускают сущий вас заказывают у профессионала говорят о том что он опускают сущий чтобы ребенок ваш не спал вам надо чистить ребенка мы говорили тебе то есть туда же еще темные ангелы присоединились тут не только дьявол пытались тебе как-то донести пытались сейчас кому-то какое-то послание черт побери не строй себя ведьму ты никто в этой жизни сейчас кому-то послание прилетела ты не ведьма но сколько ты уже ты взялась за магию а ты болеешь болеешь ну какая ты ведьма тебе на кассе стоять вот хотите обижайтесь а хотите нет кто-то бросил свою работу подался в якобы ведьмы но дьявол говорит что ты не ведьма у тебя ничего нету ты не голубой крови остынь ты наверно поймешь когда ты умрешь он передает кто-то водные стихии смотрит меня кто-то лечится водой либо кто-то хочет поехать работать летом на море или в какие-то аквапарки либо у кого-то на море есть жилье он еще говорит о том что у кого-то утонул кто-то утопленник в семье утопленник хочет выйти на связь но здесь я не буду об этом говорить и тратить энергию это только общие расклады вот точнее личные личные расклады он говорит как бы ты не очищался чтобы ты не делала тебя хотят устранить и уже ведется борьба не кротикам делают черную колдовскую магию и то что ты чистишься полынью не поможет тебе у кого-то родители были служениками церкви есть черт бобра у кого-то это могут делать кровные родственники либо какая-то кровная месть вам хотят отомстить за что дьявол передай за что хотят отомстить смотрите если меня смотрят мужчины значит кому-то могли подливать месячную кровь ваши жены вот вы хотели расклад про ваших жен ваши жены черти хуже чертей вот я вам передала вы же хотели я просто не хочу тратить свое прекрасное прекрасное время на ваших вонючихся они не заслуживают пока в данное время чтобы такой человек сильный как я тратил такую энергию прекрасную на вашу я пока не хочу вот вы мне мужчины пишите я не считаю достойными ваших женщин я даже не считаю их женщинами я считаю их собаками потому что здесь только собака может делать подливать кровь месячную и своей лоджии вам в пищу у кого-то жены так делали и дьявол это передает окей у кого-то женщины делали так если вы хотите знать про своих жен дьявол передает о том что у каких-то мужчин были женщины или же женщины которые меня смотрят у ваших братьев были женщины которые беременели со шприца просто со шприца либо же прокалывали просто презерватив вот так вот да дьявол передает о корыстных собак которые рядом с вами рядом могла людей даже не люди черти рядом но все обвиняют нас черных ведьм вот все а вокруг посмотрите в души какие черные люди вокруг вас ходят даже вы знаете у меня был случай у меня был охранник вот на меня было нападение я это чувствовала вот и потом я наняла на охранника и за три дня до нападения у меня уже охранник был это второе нападение было за три дня до нападения я чувствовала что охранник меня предаст просто чувствовала что охранник меня предаст ли я его уволила вот я его уволила и действительно потом выяснилось в процессе что охранник был знаком то есть как-то познакомился когда люди подходили к моему дому с теми людьми которые готовили на меня второй раз нападение за три дня до нападения ко мне пришла во сне марена и мама рассказала мне что дочь моя посмотри на него и действительно это было правда то есть вот на практике моей очень много случаев ладно переходим дальше переходим дальше кто-то вам делает что-то через могилы могил очень много могил рядом много могил и за что вам хотят отомстить дьявол скажи за что вообще две карты вытянула ходят хозяйки погоста оставляют откупы и просят о вашей смерти откупаются просят о вашей смерти за то что вы глаголите правду за то что вы знаете правду за то что вы не такая как другие за то что вы знаете правду за то что вы защищаете свой рот за то что вы защищаете своих детей они видят вашу силу за вашу силу хотят вас уничтожить но вы уже на волоске от могилы вот на таком волоске надо коррекцию ногтей доделать да то что вы продолжили свой рот то что чтобы вы не продолжали свой рот на вас насылают бесов женщина мужчина дьявол говорит о том что есть враги которые уже пытаются на протяжении больше двух даже трех лет они готовят на вас эти нападения смотрите не физические энергетические тогда вот так камеру поставлю энергетические нападения готовят на вас то есть тут идет борьба тут идет магия тут идет черная магия тут идут погосты тут идут кладбище здесь дьявол говорит о том что вы должны защищаться кому-то действительно нужна защита сегодня женщина мне написала с расклада хорошо что вы написали я почистила ваших детей вот смотрите здесь идет такая информация о том что кто-то берет даже возможно достает фотки ваших детей и пытается отправлять сущности вот он вышел он вышел он хочет поговорить иди сюда да да сейчас мы его сюда поставим он хочет поговорить поставим его сюда он сидит и давай вещай что ты вещаешь еще что ты еще расскажешь он говорит о том что кто-то еще делает вам через магию христианства через зверетничество через иконы либо же знаете кто-то идет за здравие вам ставит свечки думая что это все пойдет вам за упокой но господа не обманешь когда ты приходишь в церковь он знает с какими намерениями ты идешь даже если ты идешь с крестом и со свечками господь знает с чем ты мы с чем ты идешь то есть понимаете да дьявол говорит о том что все намерения этого человека видны в церкви сорока уст и сорока уст и были сорока уст и что-то даже какой-то запах мне пошел свечей церковных свечей фото фото брали фото и минуточку запах горелые и и он пытается показать мне горелый запах так, что за горелый запах ты дал мне ощутить, дьявол нет, это не горелый запах, нет так, скажи мне какой за горелый запах ты дал мне ощутить что-то он говорит, горелый запах он дал мне ощутить горелый запах что за горелый запах передать вам смотрите кто-то может жечь ваше фото прямо сейчас либо шабаш есть прямо сейчас кто-то может сука окуривание да кто-то может сейчас сделать какой-то ритуал на вас я поняла почему он хотим его показать я прямо чула это кто-то делает либо же кто-то сейчас из вас жжет что-то либо у кого-то был пожар у кого-то мог быть пожар да недавно либо кому-то делали на пожар кто-то потерял все у кого-то сгорела квартира он говорит разрушили семью с помощью магии насылали бесов насылали болезнь на сердце обрати внимание на сердце часто у кого-то колит сердце да очень часто кто-то потерял все деньги почему-то мне опять идет пожар мне идет пожар я чувствую пожар нет я чувствую запах и чувствую запах опять я чувствую запах горелого смотрите у кого-то может быть реально пожар либо следите за замыканием он говорит о замыкании он передает что-то о замыкании следите за тем за то что делают ваши дети куда они лазают за розетками что-то либо у кого-то может быть пожаре кто-то ну просто погиб или авария загорелась а возгорание машины он говорит почему-то об утопленники тела которого не нашли у кого кто-то смотрит утопленники вот те не у тех у которых родственники утопленники лет либо друзья кто-то утонул то есть да утопленники есть вот нужно поговорить с утопленником выйти на связь но это уже личная консультация да потому что здесь дьявол говорит о том что есть какой-то утопленник который хочет выйти на связь здесь война зависть к деньгам война то есть вас хотят уничтожить из-за зависти к деньгам то есть то что вы делаете свечную магию то что вы пытаетесь а как-то прожигать себя там полыни нет 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 работа ведется с вами через бесов через бесов и кому то делают на то чтобы все я поняла смотрите у кого-то есть порча на смерть вот сейчас дьявол говорит мне и если вы ее не снимите вы умрете через год у вас происходит сумасшествие вы чувствуете а не менее рук вы чувствуете жжение а не менее вы страдаете паническими атаками у кого-то идут прединфарктные состояния но инфаркта нет у кого-то идет прединсультное состояние но инсульта нету то есть вас пытаются пугать делают кому-то на смерть кому-то на сумасшествия потому что вы находитесь в иллюзиях в иллюзиях как будто смерть идет за вами, но на самом деле это порча, которая наслана на вас. У кого-то не имеют руки, ноги, у кого-то какие-то параличи якобы, кто-то выдумывает себе болезни, кто-то болеет тревожным расстройством. Это всё на вас наслано. Это всё надо снимать. Он говорит, я пытался тебе это всё говорить через сон, ты не поняла меня. Теперь я тебе говорю это через ведьму. Он передаёт, слушай, сюда. Он говорит, слушай, я пытался тебе это говорить, не поняла как, не поняла. Отвести удар. Кто-то пытался из вас отвести удар, дьявол говорит, но это не получилось. То, что вы делали сами себе совместные чистки, может быть, кто-то делал групповые чистки. Знаете, такое бывает. Это всё не поможет, потому что здесь это всё не поможет. Вам после чисток стало хуже. Реально просто хуже. Даже то, чтобы солью чистились, он говорит, он показывает полынь, свечи, соль. Это всё не то. Сейчас, девочки, минуту надо отрезать. Так, сейчас, девочки, минуту надо отрезать. Ответить клиенту. То есть, понимаете, да? То есть, ваши чистки, это всё не то. То есть, тут уже работают через какой-то серьёзный инструмент и наслание бесов. То есть, да, он говорит о том, что пытаются завязать вам глаза, вам делают на сумасшествие, вам делают на уничтожение вас полностью. Вот вы себе сейчас придумали болезни, которые... Ну, их нету. Но порча говорит вам о том, что они есть. Понимаете? Дьявол говорит, что вы пытались со солью, чистками, аджигами. Нет-нет, это не то. И вас водят с ума. Вас водят с ума. То есть, опять же, да, он показывает на руки, он показывает на многие части тела, где у вас выходят какие-то непонятные физические симптомы, да, которых нету. Вот. Ну, их нету, но разум вас даёт, типа, да, что они есть. То есть, вы уже сходите с ума от этой порчи, вас хотят довести до самоубийства. То есть, он говорит до самоубийства. Дьявол говорит о том, что кому-то нужно давать отпор. Кому-то делали настолько эту порчу, что у вас как камни появлялись в почках. Опять дьявол говорит мне о воске, о воск, воск, воск. То есть, то, что вы делаете, нет, это вам не поможет. На вас ведётся война, на погости. Мертвяк. Ну, кто-то работал даже через Абару. Ха, дары, дары. Очень большие дары за вас оставляли. Примите мои дары за смерть моих врагов. Отливки не помогут. То, что вы делали, не поможет. А кого-то рассорили. Да, чёрт побрал. Я так и знала, что это выйдет. Кого-то рассорили, увели из семьи. На вашего мужа, которого увели, делали вольт. Понимаете? Делали вольт. Здесь ведётся война. И пока вы не будете защищаться, если вы не начнёте защищаться, а кто-то сейчас сидит, смотрит меня и понимает, о ком я говорю. То есть, вы уже поняли, да, что передаёт вам дьявол. И если вы не будете давать, начинать давать отпор этому человеку, дьявол даже говорит существу, то вы будете в месте вечных снов. Сердце станет ледяным. Вот это астуда, но мы будем расшифровывать по-разному. Сердце станет ледяным, оно не будет биться. Здесь прямая оморочки. Дьявол показывает почему-то на вашу голову, что как будто вы не контролируете себя, вы можете сходить с ума. Действительно сходить с ума. Нужна защита, нужна чистка. У кого-то дочка, у кого-то сын 7 и 9 лет. На них тоже идёт война. Кто-то хочет закрыть их в могиле. То есть и дьявол говорит, если вы не начнёте просто давать отпор, вы будете, вы и так уже на волоске, на волоске смерти, жизни, смерти. И, кстати, вас пытались предупредить ваши мёртвые через сон. И ещё момент, что нет, всё-таки у меня забитый нос, это не у меня дым. Это всё-таки почему-то бес говорит мне о дыме, что-то может быть угарное. Может, кто-то из вас попадал в пожар, он ещё говорит о том, что ваши мёртвые, покойные родственники, умершие, ушедшие, которые умирали, приходят к вам во сне, но не всегда это они. Иногда по магии насылают бесов, чертей, чтобы они явились к вам в образе ваших родных, чтобы вас запутать. На вас ведётся война. И если вам попалось это видео, то это видео попалось не случайно к вам вот сюда. Вы не случайно зашли сюда. Я ещё раз говорю, здесь никто не будет подстраиваться под вас и ставить лотосы, цветочки и плакать вот так вот, как дура тут ебанутая. Есть одна бабе за 50 лет, она всё молодится, молодуха, строит из себя уже всё пизда. на пенсию, она всё молодится, плачет там. Спасибо, любимые, дорогие, донаты, я так хочу донаты, донаты, долмаю, обошлите мне донаты, 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 а я буду хуйню нести, которую ваши уши хотят слышать. А вы будете их высосать с вашими детьми в кредитах, а я буду отдыхать во Франции, где-нибудь или в Стамбуле пить вино султаном суллиманом. Я хюрем. Вас же вот так обманывают. Я хюрем, султан! Вот так же вас обманывают, блядь. Вам же говорят, что возносят там. Я вот, вот, пиздец, слышала расклады некоторые, что там, пиздец, настолько есть бабы, которые дают вам такую ложь, такую ложь, прям рассказывают, что он Сулейман, а вы его хюрем. И он так реально думает, что вы его хюрем, вы хюрем, но он этой хюреме, на эту хюреме, хуй забил, и уже не звонит, и не пишет вам год, а вы сидите и слушаете эти расклады, что вы его хюрем, султан, хан Хазретари, а он ваш Сулейман, и у вас, вы сидите где-то в тапкопы султана Сулеймана, и вообще вам такие сказки рассказывают, но я не из тех практиков. Я жесткий, черный маг, но я добрая в душе, я могу помочь, поэтому я через дьявола сейчас вам доношу истину, и сейчас не про хюрем, султан, сейчас про реальных врагов, понимаете, которые хотят вас испепелить, и дьявол говорит вам о том, что обращаются к хозяину погоста, обращаются у кого-то парализована правая сторона почему-то, или же у вас в семье парализована у кого-то, он говорит, я помогу тебе, я помогу тебе, если ты тоже будешь действовать, то есть он говорит о том, что пытались темные силы связаться с вами, но вы как будто это не поняли, как бы, да, вы умрёте, просто за вами стоит смерть, реально, кто-то умрёт, кто-то из расклада, я не буду пугать, мне вот это не надо, но кто-то умрёт, потому что на кого-то ведутся серьёзные работы, понимаете, серьёзные работы, вот, и на кого-то реально вот уже на протяжении двух с половиной, трёх лет они ведутся, и вам уже пытались к вам прийти и рассказать вам об этом, но вы не поняли, дьявол говорит о том, что у кого-то вашего мужа приворожили, и он сейчас находится в лапах какой-то ублюдины, которая его подпаивает, и ждёт его смерти для того, чтобы взять его бабки, вы были в агонии, и вы были, да ваш род на ваших детей херячет, тут магию дьявол ещё говорит, если вы не снимете, вы потеряете сына, в четыре года сын умрёт ваш, а вашему сыну уже два и восемь, некоторому, вы были в агонии, а вашей маме, которая умерла, дьявол мне передаёт, сделали порчу, на розу, чтоб она завяла и умерла, и ваша мама умерла в девяносто, хотелось сказать, в пятьдесят восемь лет, но хотела тогда жить до девяносто, и звали её Нина или Светлана, и она очень много любила фильмы про войну, он говорит, она их как, она вот любила родину, но она умерла очень рано, завяла, как роза, потому что её уничтожили её же тётя. Но вы же продолжаете некоторые быть лохушками, вы слушаете про хюрем-султаны, вот таких дебилок, вот, если вы, я просто, да, иногда в шоке с девочей, которые реально вот слушают такие сказки, мужчина год не звонит, два не звонит, три не звонит, но они продолжают слушать вот этих долбоёбок, которые ставят лотосы, блять, себе вот это вот, и продолжают ебать им настолько мозги, что вот настолько, да, вы, вот, я не буду оскорблять, да, пытаться как-то всех оскорбить, да, но половина лохушек, действительно, и это дьявол тоже передаёт, действительно, здесь даже дьявол передаёт о том, что когда нужно обратить внимание на те вещи, которые могут быть очень важными в вашей жизни, вы льёте слёзы о бывших мужчинах, которым вы не нужны, которым вы не нужны, и я ещё хочу сказать от себя, да, я хочу ещё сказать от себя немножечко, да, вот, чтобы вы понимали, чтобы вы знали, хотите, обижайтесь, хотите, не обижайтесь, но не всегда, когда мужчина уходит, на нём приворот, когда женщины идут ко мне на расклад, если я вижу, что приворот, я его снимаю, мужчина возвращается, но не всегда есть приворот, если мужчина ушёл и забыл о вас каким-то резким образом, не всегда на нём приворот, вы думаете, что все люди будут заниматься магией и делать что-то, да, вы это думаете? Нет, не будет такого, не все будут заниматься магией, не все привораживают ваших мужчин, понимаете, вот у меня недавно женщина была, мы уже закончили расклад, уже дьявола тут нет, он передал вам нужную информацию, вам уже принимать её и делать какие-то выводы, а сейчас я рассказываю ситуацию из практики, была женщина, она обратилась ко мне вот-вот недавно и она скинула мне фото мужчины и она говорит, Марета, я слышала за вас как за чёрную сильную ведьму, я хочу его вернуть, я так по нём скучаю, я так хочу с ним быть, я умоляю вас, помогите ради всех светлых и тёмных, сначала, конечно же, да, я сказала, давайте делать диагностику и смотреть, есть ли там какой-нибудь сильный приворот, да, как бы, или нету, я посмотрела, ничего на нём нету, я не буду, я никогда не обманываю, я не хочу обманывать, что на нём приворот, и дайте мне там пятьсот тысяч, я сниму, высшие силы видят, я буду за всё в ответе, нету там никакого приворота, просто мужчина ушёл, потому что полюбил женщину, которая моложе этой женщины, которая ко мне обратилась на пятнадцать лет, и он её полюбил, и сейчас она беременна, он носит ей цветы, он носит ей вообще всё, как бы, да, он любит её искренне, и это не значит, что это приворот, на что она мне говорит, уважаемая ведьма, она меня так назвала, я переведу вам сто тысяч рублей, но видите, я не афиширую, кто, тут миллионы могут смотреть, вы никогда не узнаете, кто это, надо сделать так, чтобы он её бросил, я не сделала этого, ну не хочу я препятствовать искренней любви, ну не хочу я вершить, кто ты, пидор, блядь, ко мне кто-то в окно лезет, а охранник нет, вот, ну не хочу я вершить, ах ты, сука, подождите, минуту, минуту, окей, окей, хорошо, так, смотрите, на чём я остановилась, не хочу, ох, блядь, кто-то ко мне реально спешит, не хочу я вершить судьбы невинных, понимаете, людей, не хочу, потому что я понимаю, чем это чревато, понимаете, вот, и здесь она мне говорит, я скину вам сто тысяч, и мне нужно сделать, на что я говорю, что я не буду это делать, то есть, да, я не хочу это делать, то есть, она обиделась и сказала, что я конченая, там, что я не ведьма, ну, может быть, кто-то и взял этот ритуал, может, кто-то и сделал ей, я не знаю, но я к чему веду, я веду к тому, что если мужчина уходит, это не значит, что его приворожили, для этого есть диагностика, расклады, да, чтобы мы посмотрели, действительно ли я посмотрела, точнее, что вы, я, и я, чтобы поняла, есть ли там что-то действительно деструктивное, либо любовное, чёрная магия, и тогда я смогу помочь, если этого нету, я так и скажу, что этого нету, если вы идёте ко мне на расклады, готовьтесь услышать правду, и если вы мужчине не нужны, он уже давно трахает другую бабу, я скажу, что да, он трахает другую бабу, и вы ему не нужны, вот у меня была женщина, вот два дня ко мне назад обратилась, да, вот она, это 27 числа была, тоже ко мне пришла, говорит, так и так, посмотрите, я ей рассказала всё, она начала плакать, и говорит, вы бы могли мне не рассказывать, что мой муж трахает мою тётю, но это я увидела, что дальше, я не буду никогда говорить, что вы нужны, лучше горькая правда, которую, даже если вы не переживёте и умрёте от неё, лучше она, чем сладкая ложь, её сложнее переживать, но кто-то живёт в иллюзиях, да, допустим, кто-то живёт в иллюзиях, вот, и кто-то хочет жить в этих иллюзиях, кому-то это нравится, понимаете, вот, кому-то, ну, прям хорошо кому-то, да, как бы вот жить в этих иллюзиях, там всё, вот такое, да, поэтому, ну, что хотелось бы ещё сказать, вот даже мне, девочки, которые на подругу, да, гадают, типа, вот, подруга перестала со мной общаться, сестра перестала со мной общаться, это, наверное, магия, нас рассорили, тоже говорю вам, девочки, что если человек перестал с вами общаться, да, это не значит, что есть на вас рассорка, может, человек просто уже не хочет с вами общаться, не надо всё приравнивать к магии, вот может, он не хочет больше общаться, зависть, да, допустим, ко мне приходит очень много девочек, которые скидывают фотки подруг, сестёр, да, и говорят, что они перестали общаться, это рассорка резко, а когда смотришь, ну, почему, да, это не рассорка, это зависть, просто банальная, обычная зависть, послужила причиной чёрного списка, либо же, да, причиной, ну, послужила причиной чёрного списка, допустим, вот зависть, да, послужила, понимаете, о чём я говорю, вот, поэтому надо понимать, быть грамотным человеком, у нас есть ведьмы-фанатички, ну, в основном я называю их шарлатаньём, которые всё приравнивают к магии, вот, у меня была одна женщина, но она была ебанутой, я сказала, вы знаете, сказала ей, Валентина Георгиевна, сходите, пожалуйста, к психиатру, говорю, да, вот, там ваша палата, вот, потому что она всё приравнивала к магии, это уже была шизофреничка, вот, это должна, должна быть, оказана ей психиатрическая помощь, потому что она звонила мне ночами, это был больной человек, на ней не было никакой порчи, её просто, ну, просто она с ума, да, сошла, ну, она обвиняла всё и всех, то есть у неё упал цветок, она мне прозванивает на WhatsApp, да, когда я на кладбище стою, делаю какую-то работу, эта идиотка мне звонит, хотя я говорю, если вы звоните мне, да, только тогда, когда экстренно что-то случилось, и вы готовы платить мне за общение со мной, вот, бывают люди, которые хотят просто со мной поговорить, от них уй делать, за это тоже вы мне должны платить, я никогда в жизни, я себя люблю, мы дети тьмы, мы любим деньги, и мы не будем просто так общаться с вами, консультации, узнать, сколько стоит консультация, работа, там, да, это всё можно, но вот бывают такие люди, которые хотят там, допустим, вот, даже встретиться со мной, и поговорить, или ещё что-то, во-первых, я встречаюсь только со своей охраной, потому что дебилов много, вот, во-вторых, с глазу на сглазу, на глаз, допустим, очные приёмы, они есть, но они очень дорогие, здесь люди, которые меня смотрят, вам не по силу их оплатить, потому что я ещё раз говорю, что не обязательно быть известной ведьмой с экстрасенсов, как многие говорят, чтобы там брать миллионы, нет, бывают ведьмы в узких кругах, ну вот, понимаете, да, о чём я говорю, о котором ходят и обращаются, ну, я говорю вам о том, что, ну, люди не должны всё равнять к магии, иначе это дебилы, это ебанутые люди, реально ебанутые, нельзя всё равнять к магии, магия есть, и она присутствует, но не все ей занимаются, да, это действительно так, это серьёзно, поэтому, если когда вот эта женщина, на что мы, да, остановились на чём, что она мне прозванивает в WhatsApp и говорит, Морета, здравствуйте, у меня упал цветок, я думаю, что это пришла сущность, то есть, да, на что я промолчала, говорю, хорошо, говорю, я вас поняла, то есть не стала грубить, ну, женщине, потому что я была, ну, 65, она годилась мне в матери, то есть я не хотела ей грубить или там что-то как-то вот, ну, грубо выражаться, на что она мне опять прозванивает через два часа после того, как я пришла с Погоста и говорит о том, что у неё перестала идти вода, и это НЛО остановило эту воду, я говорю, Валентина, говорю, обратитесь, пожалуйста, к психиатру, там вас выслушают за НЛО и пообщаются с вами, допустим, мы, ведьмы, я, да, тонкий психолог, мне не надо заканчивать психологию, я вижу людей насквозь, и я пойму, где человек ебанько, подай патрон, вот, и она была ебанько, эту женщину было жалко, но я ничем не могла ей помочь, потому что там была психиатрическая клиника, нет, я бы смогла ей помочь, я лечила как-то девочку одну от шизофрении, но это была очень большая стоимость, и жирный чек, всё решает жирный чек, вот, в этой жизни, да, вот, потому что, когда ведьмы принимают большие работы, очень такие объёмные, тяжёлые, вот, мы никогда не знаем, когда мы принимаем такие прям родовые проклятия, либо тяжёлые болезни, есть такое, когда, вот, мы можем получить, то есть, да, как бы, это в тяжёлых случаях, даже если в очень тяжёлых случаях, мы можем перенести, после какого-то снятия, серьёзного, да, мы можем, допустим, негодовать 2-3 дня, такое возможно, вот, вот, когда человек ходит с чем-то тяжёлым, с тяжёлой болезнью, и не обязательно она наведена по магии, давайте так, и ведьма её снимает, она её, конечно, отводит, оставляет откупы, работа по всем правилам, но может прилететь, почему? Потому что болезни по судьбе бывают, да, и я могу взяться за такое, я исправлю человека судьбу, и это будет очень дорого, то есть, сразу скажу, нет, расклады у меня недорогие, то есть, я понимаю заработки людей, то есть, финансовый рынок, но за 500 рублей вам никто гадать не будет, конечно, да, вот, и, конечно, ритуалов очень много, и там идут уже свои расценки, просто когда вы обращаетесь сейчас с чем-то серьёзным, вот, ну, я думаю, что люди не будут прям с очень, ну, это вообще-то там на грани смерти, то есть, это очень большие деньги, кто хотел посмотреть «Моя дочь», спрашивал моей дочке, вот моя дочь, это моя дочь, я не боюсь показывать её здесь, потому что она имеет огромную силу, больше, чем я, любой взгляд на ней, нехороший, отправляет человека в морг, это уже было в этой жизни, вот, и был такой момент, когда мальчик к ней подошёл, и начал бить её по спине, моего ребёнка, да, и она просто посмотрела на него, это мальчик был у нас не соседский, а вот мы выезжали в город, вот, вызвали Кирилл, вот, и он бил её по спине, он был очень плохим мальчиком, потому что он бил всех, его мамаша дура конченная молчала, этого мальчика уже нет, царство небесное его похоронили, у него инсульт случился 8 лет, вот, и просто мой ребёнок посмотрел вот так вот на него, по спине, он ударил ребёнка моего, и больно же ей, ей 3,5 года всего, она так немножко заплакала, и говорит, да сдохнешь ты, Киря, вот так, он умер, ну, как бы радоваться тоже не хочется, но вот, ещё раз повторяю, посмотрите, ознакомьтесь, мой YouTube, что я, кто я, нету страха, у меня вообще, вообще, никогда, ни перед кем, то есть, возможно, кто-то в шоке, когда слушает мои видео, да, потому что вы привыкли встречаться с шарлатанками, которые вижут вам манду, простите за выражение, в переносном смысле, и делают всё, чтобы вы заплатили деньги, да, за то, что нету, я не буду этого делать, чётко, ясно, грамотно, даю консультацию, я уважаю людей, которые приходят ко мне за помощью, да, но если я не вижу там, допустим, вот приворота, я не буду с вас брать деньги, мужик ушёл, потому что захотел, всё, как бы, вот, порчи на выкидыши, когда у меня, допустим, заказываю, да, во-первых, я не все принимаю единицы, вот, и во-вторых, это должны быть веские причины, чтобы я их приняла, блядь, вообще, вот, и, что хотелось бы ещё вот сказать, просто, да, если вы хотите, допустим, консультацию, ну, получить, я понимаю, что вот, бывают некоторые люди спрашивают у меня о том, что сколько стоит консультация, я говорю, у людей нету денег, я понимаю, они обращаются ко мне, после того, как они получили зарплату, да, вот, есть такие, которые спрашивают, я им говорю, то есть, ценник, но они начинают опять ебать мозг, да, и вот просить бесплатно, на что я отправляю их в чёрный список, стараюсь не грубить, но могу нахуй послать, характер у меня, я вспыльчивая, если вы заметили, да, вот, могу нахуй послать, конечно, могу, но это самое лучшее, что я могу сделать, для вас, то есть, вот, поэтому, давайте уважать друг друга, меня, ну, тоже, потому что, мне, мне похуй, можете не уважать, но просто, когда вы пишете, да, человеку, не опускайтесь, вот, до такого уровня, где я не буду вас уважать, потому что, я ценю чужой труд, любой труд, даже вот санитарочки, которые там убирают, я вот была на операции, общего наркоза, и мы тоже люди, мы болеем, и санитарочки, да, вот, которые, ну, убираю, да, вот, в палате у меня были бабы, которые как-то относились к ним, ну, не так, ну, как будто не люди, ну, я к этим людям отношусь уважительно, я не хочу кичиться, но две-три тысячи я давала санитарочкам, потому что у всех дети, у всех мамы, у кого-то больные отцы, и они убирали, да, и когда, я была вообще потрясена, когда Манду одну привезли, я приехала, вот, да, и вторая Манда приехала, ну, я-то не Манда, но вторая Манда приехала после операционного, ну, операционной, вот, и она лежала, ну, не могла встать, и вы бы видели, как она надменно просила санитарку ей помочь, просто надменно её унижала, я просто, когда санитарка ушла, я говорю, ты кто чмо? Говорю, во-первых, ты смертная, даже я, запомните, никогда не унижайте людей, которые работают за 20, 30, 40 тысяч, вы автоматически становитесь отварями, и вы твари, если кто-то унижает, это тварь уже определенная, найдутся люди, которые унижат, унижат вас, ещё хуже, и я ей говорю, слушай, чмо, ты же, посмотри, говорю, жизнь какая, да, мы все смертны, мы все смертны, будь то чёрная ведьма, будь то имам, или священник, или атеист, мы все смертны, но знаете, что хуже всего, мы не то, что смертны, все, мы все внезапно смертны, внезапно, каждый из нас, даже дети, как бы это не было тяжело слушать, и мы должны уважать друг друга, человек может быть вспыльчивый, да, вот как я, но человек может уважать других, я всех понимаю прекрасно, я иду на уступки, и когда люди приходят ко мне, прося меня о том, что какие-то сделать моменты скидок, и убавить цену в ритуале, я могу пойти на уступки, но наглых тварей, я не люблю, я знаю, что меня смотрят женщины, которых я жёстко опускала, даже когда вы годились мне в матеря, такие женщины наглели, я вас опустила, что надо пойти после такого позора, и скинуться с моста, потому что я 26-летняя девка, мудрая, да, очень сильно, насколько вы поняли, опустила ваших мам, дочери, я знаю, что вы смотрите меня, этих мам, я вас опустила, и ваших мам, которые пытались вот так пальцы гнуть, я загнула их морально, своим острым язычком, вот, но я могу ещё хуже опустить, даже одним словом могу бить, вот, поэтому уважайте всех, мне писали надменные, да ты кто, блядь, мне стучит, я не знаю, кто-то стучит, я не знаю, вот, мне писали надменные бабёнки, вот эти бабёнки, блядь, с Таджикистана, с Узбекистана, писали, такие, отчётушки, отчётушки, это не значит, что я не уважаю узбечек, или таджичек, я уважаю все национальности, но были надменные, вы такие, отцеточки, отцеточки, которые мне писали, я унизила их, хуже смерти было, для этого унижения, да? Эй, ты, пизда, ну чё, твоя мама с Узбекистана получила от меня, люлей, получила, ой, лучше не знать моего гнева, ой, лучше вам не знать, лучше смерть, нежели мой гнев, потому что, ну ой, не дай бы же вам, я уважаю всех людей, меня учили всех уважать, мы все люди, вы, сявки, вот, которые вот, одна писала мне, из-за бячка, с Узбекистана, блять, овца ты, ёбаная, тебя не учили в Узбекистане, что людей надо уважать, не учили? Вот, научись там, даже когда дворники работают, я, порой даже вот, иду у меня, ну, обувь в кладбищенской земле, я обойду лучше три квартала, потому что дворник все подмел, это надо уважать людей, и тоже там не одна пизда, ага, с Чечни писала, там тоже, ты чего, овца, меня не пугают, войнахи, я не боюсь чеченцев, я уважаю все национальности, и то, что ты мне там написала, ты вообще кто в этой жизни, овцематка, свиноматка, не родя, еще даже ты родить не можешь, сорок лет ты родить не можешь, я тебя прокляла, ты не родишь, поэтому муж и взял вторую жену, у меня есть очень хорошие люди, чеченцы, а есть говорящие чеченцы, чеченоговорящие, вот такие, которых там даже в республике не любят, их нахуй посылают оттуда, потому что допизделися, все мы люди, запомните, в каждой нации есть мрази, в каждой религии тоже есть свои фанатики, черные ведьмы тоже есть, не все честные, которые скрывают какую-либо информацию в раскладе, чтобы вы заплатили им побольше, это твари, я ничего не скрываю, единственное, что я говорю, что очень тяжелые работы, когда человек находится при смерти, я беру за очень большие деньги, да, да, это честный ход, я честно обозначу, да, и когда мне можно звонить, звонить мне можно только тогда, когда у вас чрезвычайная ситуация, чрезвычайная болеет, ребенок очень сильно, вы заболели, нужна сильная очень такая прям, диагностика прям очень-очень, да, и вы готовы тоже как бы заплатить, тогда звоните, но лучше на WhatsApp, вот, лучше звонить на WhatsApp, ну, потому что, ну, мне там проще отвечать, еще раз, я уже объясняла, почему не надо на телефон, звоните на WhatsApp, это почти одно и то же, ладно, все, закончили дискуссию, и перейдем к посланию дьявола, которое вам было послано, отреагируйте, ну, кто отреагирует, ладно, кто не отреагирует, но это уже дело ваше, дело времени, потом все будет показано вам еще раз в жизни, вот, ну, как бы, здесь уже дело каждого человека, как вам реагировать, я вам дала послание, которое пришло мне в потоке от дьявола, и я с вами уже поговорила, через, ну, он с вами, точнее, через меня, вот, так, смотрите, работа, кто спрашивал, работаю ли я с утра, ну, конечно, я работаю, у меня с утра ритуал на кладбище, у меня еще к инспекторам ГИБДД идти, вот, поэтому я работаю, пишите мне на WhatsApp, кому нужна моя помощь, звоните, пишите, да, вот, то есть, и опять же, да, вот еще что хочу сказать, смотрите, порча на человеке, она имеет способ развиваться, то есть, да, бывает такое, что когда человек наводит порчу, допустим, ваши враги на вас навели, да, вот, и они вот, вот эти воздействия на вас, они вот развиваются, как вот, ну, горошек там посадишь, да, он там растет, растет, так же и порча, то есть, бывает так, что, допустим, вот, навели, вы там год и живете, все хорошо, на второй год вы, ну, слегли, поэтому я к чему говорю, что дьявол пытался передать, что порча набирает обороты, вы должны это понимать, да, вот, и набирает очень хорошо, то есть, в вашем случае, потому что здесь даже делают на ваших детей, вот, и он еще передавал, что есть тут девочка какая-то, ты не ведьма, успокойся, ты не голубых кровей, ты ноль, ты ноль, вот, ноль на палочке, тебе дьявол передает это, я не оскорбляю тебя сейчас, это он передает тебе, оставь магию, оставь руны, из-за них ты болеешь, не каждому человеку суждено быть на этой стезе, это все равно, что я приду, возьму хирургические инструменты и буду делать операцию, каждый человек должен быть в своей лодке, вот, ты сейчас не в своей лодке, ты в чужой лодке, вот, и эта лодка, она перевернется, вместе с тобой, ко дну, все, я была рада всех видеть, я желаю всем удачи, я желаю всем добра, благополучия, уважайте друг друга, это самое главное, вот, и будьте, тоже честны с друг другом, и уважайте, главное, чужой труд, если вы начнете уважать чужой труд, у вас в жизни будет все налаживаться, все, всем здоровья, мы возвращаемся, oralز, ты, Yong, я сына, или ночной, или ночной, или ночной,